Возвращаемся к нашим баранам. Я не знаю про это слово баранам, это не про вас. Я не стал вникать, вот телефон, вот здесь я увидел, просто оно все время лезет, оно ко мне к железу лезет, потому что где-то, видимо, мертвуло мое слово абрикос. И сразу раз, реклама. 92 тысячи человек узнали за один год. Мне не снятся такие цифры. Не снятся. Это невероятно, это ужас. Обрезка летом, так, жировики удалять. Человек, который учит и научил 93 тысячи, он не знает, что жировиков нет в природе. Он знает, что, даже сразу, раз, вот видите, это взрослое дерево, это учеба, друзья. На этом взрослом дереве, вот он держит ветку. А почему-то на ней, вот все ветки рядом, сразу с цветами. На взрослом абрикосе цветы на приростах последнего года. Да, это нормально. И вдруг нету. А она, как правило, обычно вертикальна или почти вертикальна. Вот так они. Нету. Караул. Срочно уберут. Да еще летом, когда их отрежешь, нарушается вся работа абрикоса. Мы потом удивляемся, почему урожай пропускают. Какой урожай? Ему же нужно и раны лечить. Раны, раны. Он же не одну доходит. Я же видел, как он ходит и щелкает, и щелкает, и щелкает. Он изувечивает дерево, а потом на этом его работу закончат. 92 тысячи человек, а не дай бог, даже у каждого десятого из них есть абрикос. Остальные только зевая посмотрели, абрикоса нет и не было. Не знаю, причем. Может быть, правда, когда-то заведу. Да даже если 100 или 1000 человек, всего лишь из 92, изувечивает свои деревья, это непростительно. У нас с абрикосами проблема. У нас на юге проблемы с абрикосами еще страшнее, чем на севере. Вот. Вот. И ну как, как вот это вот остановить? Ну как, ребята? Я уже в отчаянии. Это вот посмотрите, когда я это снимал. Это за час до того, как с вами встретиться. Я не понимаю, что мне делать. Думаю пробиваться. Не возьмут. Туда не берут, а это. Таких не берут космонавты. И вот думаю тоже, как я. Так вот. Прошло еще время, значит, уже больше 100 тысяч. Ведь они это принимают за счет монет. На третий год, это среднее, мои наблюдения, многолетние. Я видел десятки, сотни, тысячи побегов, прежде чем сказать, все неправильно. Вся наука построена на лживых этих самых постулатах. Лживых, фальшивых, смертельно опасных. Веточка, которую он держит, на которой нет цветочек почек, она выросла не из почки нерастовой, она выросла из клеточного материала, из клетки. И на ней на третий год появятся эти побеги, и все, ой, побеги. Появятся цветочки почки, и она заплодоносит. Главное, оставьте дерево в покое. Вот эти вертикальные побеги, как еще по-другому, жаренки, это просто вертикальные, 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 это просто, они, как сказать, они такая же часть дерева, как все остальное. И появляются они время от времени тогда, когда у дерева чуть-чуть пропадает нечто. Как правило, где-то рядом отсохла ветка, растет замена, но она не может сразу вырасти. Уже почек ростовых уже нету рядом. Как правило, уже ветка вот такая, вот такая, вот такая. И вот с такой ветки вдруг на ровном месте появляется жировик по-ихнему. А по-нашему он просто волчок, который, да, я давно различил это все, это еще одно мое открытие, потому что об этом я не знал. И никто, по-моему, не знал, потому что если считать железо в Никинете, какой-то металлург, и чего он тут делает. Но это факт, посмотрите. Я хочу, чтобы все мои сторонники ходили вокруг дерева и глядели. Увидели это то, что считают жировиков? Вертикальный, почти вертикальный волчок. Увидели и сказали, а давай я посмотрю на какой год. У них терпения нет, они не смотрят, что на третий год он зацветет и даст вот такие плоды прекрасные. Что перед этим дерево потеряло какую-то часть кроны. И они обязательно появятся. Это закон природы. И бороться с законом природы, бороться с тем, что дерево выполняет программу развития. Там, где, как правило, прореха в дереве, она обязана ее заполнить. Обязана. И потом этот жировик даст ветки. Я уже сотни фотографий привел. Жировик даст ветки. И уже на этих ветках появляются эти самые плоды. Ну как, 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 ну? А я каждый раз, надо улыбаться. А вот наулыбался.